ТВНорд продолжает интервью с кандидатами на пост мэра города Бельцы. Сегодня в нашей студии Вячеслав Жуков, член партии «Возрождение», представитель кандидата Александра Нестеровского в выборах на пост примара муниципия Бельцы, который находится под стражей в рамках расследования уголовного дела о незаконном финансировании, организованной преступной группой. Здравствуйте, Вячеслав. Очень приятно, что вы пришли к нам на передачу. Спасибо за приглашение. Для начала, чтобы людям было понятно, расскажите нам, пожалуйста, на сегодняшний день Александр Нестеровский находится под стражей. Руководит ли он оттуда партией и предпринимает ли он действия в предвыборной гонке? Да, к сожалению, сегодня наш кандидат изолирован от общения с избирателями, правящая власть сделала все для того, чтобы он был под стражей, для того, чтобы он не смог рассказать людям о преобразованиях в городе Бельцы, которые мы собираемся сделать. Сегодня проходит апелляционная палата, потому что неделю назад ему дали еще 30 суток, продлили арест. То есть первый раз в жизни я услышал, что прокурор сказал прямо в зале суда, что человек должен находиться под стражей до конца выборов. То есть никогда еще в истории Молдовы не было такого беспредела в юстиции. И сегодняшнее решение, если вы посмотрите решение сегодняшней ЕСПЧ, оно обязало выплатить Александру Стояноглу 3600 евро компенсацию за то, что его незаконно уволили с должности генерального прокурора. Это первый щелчок по носу нашей судебной системе, которая думает, что выполняя политические заказы, она как-то себя обезопасит. Нет, придется отвечать всем, и очень скоро настанет тот момент, когда все ответят за то, что они делают. Все же он предпринимает какие-то действия? Нет, к сожалению, у него сегодня нет ни телефона. Единственное, что изредка можем писать письма ему. То есть так не руководят предвыборной компанией, как вы думаете. Все знают, что Александр Нестеровский пытался получить мандат примара Бельц с партии социалистов. Сейчас же он возглавляет партию Возрождения. Что стало причиной принятия решения участвовать в предвыборной гонке и продвигаться к кандидатам в примары муниципе Бельцы? Вы в начале передачи попросили максимально не дискредитировать политических наших оппонентов, поэтому постараюсь максимально коротко и ясно. К сожалению, сегодня та партия, которую вы перечислили первой, ведет себя очень робко по отношению к правящему режиму в Молдове. То есть они не предпринимают никаких действий по демонтажу данного режима. И, к сожалению, это побудило сотни, а может тысячи членов и сторонников партии социалистов покинуть ряды партии и начать выступать за более... Потому что протест — это более трудоемкий, основательный процесс, который требует того, чтобы лидеры сподвигали людей выходить. Сегодня, к сожалению, не наблюдается это у лидеров партии социалистов. Поэтому Александр, как и сотни других, устали терпеть беззаконие нынешней власти и просто пошли создали свою партию. Какую программу вы предлагаете по развитию города Бельцы? Сегодня Александр Нестеровский — это коренной бельчанин, который родился и вырос в городе Бельцы, знает все проблемы города Бельцы. Не только знает проблемы, но знает и пути их решения. Первая и главная, наверное, беда города Бельцы — это, конечно, инфраструктура. Из-за этой инфраструктуры сегодня не создается уютный климат для привлечения инвестиций. То есть бизнес не хочет работать в среде, которая ему не комфортна. То есть первое — это создание благоприятной инфраструктуры для привлечения инвестиций. Во-вторых, мы партия, которая... Возрождение, имею в виду. Партия, которая не ждет выборов для того, чтобы начать преображать город Бельцы. То есть вы можете на примере улицы Лесечка-10 посмотреть, как должен выглядеть настоящий двор в настоящей северной столице. То есть это не номинальное название должно быть «северная столица», как все привыкли. А город Бельцы должен действительно соответствовать названию «северная столица». Уютный двор должен быть в каждом, в каждом, в каждом доме. Дальше — капитальный ремонт всех детских садов и школ. То есть современное оборудование должно быть во всех детских садах и школах, потому что наши дети должны расти в самых лучших условиях в Молдове. Ну и, конечно же, увеличение городского бюджета, потому что сегодня многие политики рассказывают, что невозможно работать с тем бюджетом, который у нас есть. Да, конечно, я частично согласен с тем высказыванием, что нам катастрофически не хватает в городе Бельцы денег. Но не видел, к сожалению, действий со стороны политических конкурентов по привлечению инвестиций сюда. То есть есть множество экономических агентов зарубежных, которые заинтересованы в наших предприятиях для того, чтобы здесь открыть рабочие места. То есть это все комплексный подход. То есть в городе Бельцы нам нужен комплексный подход. Начиная от инфраструктуры, заканчивая финансовой дисциплиной на муниципальных предприятиях. То есть это все в комплексе будет работать с нашим кандидатом. Муниципальный бюджет города Бельцы небольшой. Откуда господин Нестеровский собирается взять инвестиции для достижения поставленных целей? Смотрите, в нашей программе четко указано, что мы берем на себя обязательство увеличить бюджет на 30%. Все это будет делаться с помощью бизнеса, с помощью экономических агентов за пределами Республики Молдова, которые видят здесь потенциал, видят здесь перспективу и намерены вместе с нашей командой возрождать былой потенциал города Бельцы. Открывать здесь рабочие места. Мы обещаем тысячи новых рабочих мест. Благодаря чему начнут появляться, то есть если вы понимаете, о чем я говорю, начнут появляться отчисления в муниципальный бюджет. То есть люди будут платить налоги. Эти налоги будут скапливаться и в муниципальный бюджет в том числе. Плюс будут прямые инвестиции в муниципальный бюджет. То есть люди есть, люди, экономические агенты, которые действительно заинтересованы в развитии города. И с нашей командой они готовы на тесное сотрудничество. Какие инициативы господин Нестеровский планирует запустить для стимулирования молодежи оставаться в Бельцах и строить свое будущее здесь, в городе? Ну, во-первых, наверное, главный, наверное, вся молодежь меня сегодня поймет. Главный аспект, из-за которого люди, молодые люди недовольны тем, что они живут в Республике Молдова, это то, что на работу берут только при наличии опыта. То есть тут мы идем по замкнутому кругу, молодой человек только что закончил университет, не имеет никакого стажа, опыта работы, идет устраиваться на работу, а там требует опыт работы. То есть откуда ему взяться, если, конечно, человек только закончил университет, получил высшее образование специалиста, и он пришел начинать работать. То есть в первую очередь нужно переговорить со всеми бизнесменами, со всеми предпринимателями, со всеми представителями различных предприятий для того, чтобы убрать вот этот вот идиотский, это не закон, это скорее идиотское понятие, как опыт работы для молодых специалистов. То есть мы должны брать молодых специалистов без опыта и вместе со специалистами, которые проработаны на предприятиях 10, 20, 30 лет учить молодежь. То есть так было всегда, этот механизм должен работать. То есть откуда мы требуем опыт у молодых людей, если они только закончили университет. То есть у нас есть несколько программ для поддержки молодых людей. То есть это в том числе материнский капитал. То есть сегодня ни для кого не секрет, что молодые люди боятся заводить семьи, боятся рожать детей просто потому, что они не выдержат жизни в данном государстве. Из-за того, что вы видите, какие цены на тарифы, налоги и так далее. То есть у нас будет мотивирующая программа по поддержке молодых семей, то есть материнский капитал, плюс программа по поддержке молодых специалистов то есть мы внедрим в первый год нашего когда мы победим первый год нашего управления мы ведем три или четыре у нас программа с разрабатывать специалисты данной программы мы сразу же их ведем они начнут работать и мы покажем что можно на примере города бельце останавливать отток молодежь в условиях оппозиции к центральной власти не боитесь ли вы урезания денежных потоков бельцах ну послушайте город бельцы и бюджет города пельцы и так недополучает множество денег которые мы зарабатываем то есть мы зарабатываем порядка двух миллиардов лей а сегодня нам городской бюджет путем прямых трансфертов приходит чуть чуть менее полу миллион ой полу миллиард то есть четыре раза меньше чем мы отдаем то есть если они начнут давить на горло бельчанам будем вынуждены выходить на протест и отстаивать право бельчан потому что я всегда был противником политического способа распределения бюджет то есть если примар какой-либо партии который не угоден центральной власти это не значит что люди в городе бельцы должны получать меньше финансирования из государственного бюджета который в том числе они путем отчисления налогов содержат они не должны получать меньше денег просто из-за того что политические окрасы не совпадают с центральной властью тогда мы будем вынуждены выходить на протесты и защищать права бельчан как обстоят дела с государственным языком у членов вашей партии в том числе и у господина нестеровского прекрасно обстоят дела то есть владеет государственным языком понимает его разговаривать частично на нем я всегда был сподвижником идея что язык это всего лишь средство коммуникации между людьми это не более потому что в последнее время политики используют тему языка как инструмент для того чтобы столкнуть лбами людей то есть уважаемые люди вы примите что язык это всего лишь средство коммуникации между вами испокон веков все друг друга понимали и все мирно жили в государстве сегодня главные проблемы это экономические проблемы то что нас обворовывают ежедневно они то на каком языке мы выражаемся с вами мы с и русскоязычные и украиноязычные молдоязычные и румыноязычные и болгароязычные и гагаузы все понимаем друг друга потому что у нас молдова это межэтническое государство где испокон веков все люди понимали прекрасно друг друга сегодня главное наше требование должно быть чтоб нас перестали обворовывать потому что ежедневно мы с вами становимся беднее а кто-то власти пополняет офшорные свои счета какие три поставленные задачи александр нестеровский осуществит в первую очередь если он станет примар муниципе а пельце смотрите мы запустим в первую очередь это капитальный ремонт 100 километров дорог это ключевой наверно тезис в нашей программе потому что сегодня инфраструктура к сожалению хромает на обе ноги в городе бельце сегодня все кто заезжает город бельце плюются и сразу ищет автосервис и где будут ремонтировать машин то есть запустим программу по капитальному ремонту в том числе внутри дворовых и второстепенных дорог второе это запустим капитальный ремонт всех детских садов и школ третье это наверное будет социальная программа по поддержке пенсионеров то что я вам читал в прошлом пункте создание молодежных программ по чтобы снизить отток населения то есть это будут первые ключевые на социальные социальные программы я имею ввиду у нас широкая обширная программа по пенсионерам по инвалидам по многодетным семьям то есть люди которые в первую очередь нуждаются в поддержке города они попали в трудную ситуацию я думаю что мы должны их с города поддержать то есть ключевые базовые наверное три я представляю вам право обратиться к избирателям города бельце уважаемые бельчане я как и наш кандидат александр нестеровский коренные бельчане которые не понаслышке знаем проблемы города бельце знаем не только проблемы но знаем и пути их решения сегодня на нашего кандидата объявлена охота вы видите как его незаконно пытаются удерживать под стражей для того чтобы изолировать его от общения с вами я знаю что бельчане всегда были особенными людьми которые способны анализировать поступающую им информацию поэтому я вас прошу 5 ноября доказать что ни одна партия ни одна власть не имеет права командовать волеизъявлением города бельц есть они пытаются нам навязать лояльных для них кандидатов но мы с вами должны показать что мы выбираем сами бельцы решают сами 5 ноября мы ждем вас на избирательных участках потому что наш кандидат как и наша команда очень нуждаются в вашей поддержке спасибо спасибо большое вячеслав спасибо вам за за приглашение следите за нами на тв-норд чтобы узнать кто станет следующим кандидатом приглашенным в нашу студию спасибо